Милая, милая мамочка, как же я тебя люблю. Так ты меня очень любишь? Очень, очень. Коленька, ты смотри, ты меня не забывай, слышишь? В постановке занята большая часть молодежного состава драматического, ведь ставят детство Толстого, гениальный текст которого переработала для постановки драматург Светлана Баженова. Молодые актеры довольно легко вживаются в роли 12-летних и 15-летних подростков, ведь и в их детстве было что-то подобное, те же чувства и эмоции. История первого предательства, первой любви, первого буллинга, так сказать, когда травят слабого, сбиваясь в стаю. Какие-то проблемы, которые Николенька переживает, отчасти я тоже переживал в детстве, и есть такая возможность прожить это по-другому, понять для себя, отрефлексировать. И в том числе я работу свою тоже веду, не просто над ролью, но над собой. Работу над собой ведет и один из мэтров, Эдуард Тимошенко, постигая немецкий, ведь его роль – учитель немецкого языка. Карл Иванович, он немец, и поэтому ему нужно говорить с каким-то акцентом. Но пока получается немножко арабский, немножко еврейский, но ничего, работаем. А работы еще много, а пока идут так называемые застольные репетиции. Режиссер, говорит, мечтал поработать с труппой, уже знаком с ней. Пару лет назад делал эскиз в рамках лаборатории. Все друг друга чувствуют, слышат, поддерживают. Ну, здесь на самом деле в театре очень сильная труппа, и работать с труппой одно удовольствие, потому что столько идей от каждого. Каждая репетиция никогда не бывает просто какого-то повтора. Это всегда какой-то очень новый, интересный процесс. Постановка детства не будет традиционной классикой, ведь проблемы подростков и в 19 веке, и в 21 веке отчасти схожи, а потому и костюмы героев будут, что называется, вне времени. Музыкальный инструмент одной из героиней не вовсе абсолютно современный. Что получится на выходе, будет понятно дней через 20, говорит режиссер. Но спектакль должен быть интересен всем поколениям, а не только молодежи. А вообще, Петр – перфекционист и готов довести свою работу до совершенства. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.